А первым отчетом ролика хотел бы вам посмотреть очень интересный канал, называется Вонреал. Это канал моего знакомого. Он снимает на проекте Амазин Холюплей на первом сервачке, где играю в принципе я. Канал реально очень интересный, классные видосики. Также он часто проводит конкурсы, поэтому всем советую подписаться на мой канал. Ссылка будет в описании под этим видео. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня снова серия на проекте Амазин Холюплей. Сегодня будет очень интересное видео. Сегодня я вам покажу свою новую очередную покупку. Реально машина просто пушка, ракета, пацаны. Реально машина просто топчик, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте сделаем так, набирайте 200 лайков и новая серия выйдет реально быстро просто, очень быстро выйдет. Поэтому не линьтесь, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, потому что я уже наконец-то хочу добить 20 тысяч подписчиков на своем канале до нового года. Поэтому если ты вдруг братишка не подписан, либо сестричка, то бери подписывайся, ну и поставь лайк, чтобы больше людей увидело этот видосик. Всем приятного просмотра и кто кушает, приятного аппетита. Также, пацаны, не забывайте вот здесь мой промокод, куда без этого, ну промокодик, пацаны, это святое. Поэтому просто берете, пишите MM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и пишите вот такой вот промокод. Кирилл Гейм Капсом. Давайте постараемся добить наконец-то уже 2000 активаций, чтобы наш промокодик поднимался в топ выше и выше. Вы за него получите 150 тысяч на 10 уровне. Получается на 5 уровне, если вы вкачаетесь, получаете 50 тысяч, вкачаете 10 уровень, получаете 100 тысяч. И вместе вы получаете 150 тысяч и уже можете купить себе машинку, пацаны. Поэтому не забывайте реально вводить мой промокод, я вам буду очень стильно благодарен. Итак, пацаны, давайте я вам покажу данный автомобиль. Ну, блин, пацаны, я реально просто, ну, обкончался, реально обкончался, когда увидел эту машину. Просто, блядь, это ракета, это, блядь, петарда просто, это, блядь, пух, блядь, просто бомба, пацаны, бомба просто. От этой машины просто тёлочки текут, блядь, просто текут от её вида, просто, блядь, всё пизда. Там уже море, блядь, море просто. Увидели машину, всё, блядь, весь сервак залили нахуй просто, пизду. Бля, я машину в такое место поставил В итоге под текстуры проебался Ебать, я молодец, нахуй Тупо вышел с тачки и под водой был, блядь Под текстурами просто Вот это я, блядь, мастер просто, фломастер, нахуй Короче, пацаны, купил я себе новую машинку Охуительную просто Ракету, бомбу, петарду Сейчас я вам покажу Хотя многие, я думаю, уже догадались Вот смотрите, что там, пацаны, а? Красная, вот что может быть красная? Пизда Что, сука, может быть такое красная, а? Что там на колесе нарисовано, пацаны? Лошадка, да? Лошадка нарисована, ёбаный рот Не, братишка, не надо меня подвезти Что там, пацаны? Лошадка, блядь, нарисована, а? Что это за сучка, а? А мэр восьмерочки, ебать Что это, нарбеха, блядь? Это феррари, пацаны Феррари Феррари, вот так вот Просто фе-ра-ри Дорого звучит, пацаны, понимаете? Феррари просто Какая у тебя тачка? У меня феррари Да ты заебал Какая сучка, пацаны, просто Какая сучка Как вам? Как вам просто? Какая просто ракета, блядь, просто Ох, сука, какая, блядь, просто Сучка просто Крашеная такая Шлюха такая просто Дорогая шлюха, реально Шо я могу сказать? Купил я эту шлёндру Охуенную шлёндру В хорошем смысле За 34 миллиона рублей 34 миллиона рублей Облашалась мне эта машина Без номеров Номера я уже сам поставил МР-8-ки Что в этой машине есть? В ней есть почти всё Кроме третьего чипа и нитро Здесь есть аудиосистема В принципе, ну и стоит тюнинг Данную машину я купил Чисто из-за того, что это феррари Потому что я захотел себе феррари И эту машину продавали месяц назад За 50 миллионов Но у меня тогда не было этих денег Я предлагал обмен на ауди Р-6 В-5-ке, когда у меня была ещё она Но пацанчик не захотел меняться Хотя он бы ушёл в неплохой плюс И в итоге, спустя месяц Я увидел эту машину За 34 миллиона рублей На ношане Я, получается, взял в ответ 29 миллионов Ну, точнее, он мне добавил 29 миллионов На эту машину И я себе её купил Зачем я её купил? Вы спросите Нахер она тебе надо? Лучше бы купил бы ламбу Либо ещё что-то Пацаны Это феррари просто Понимаете? Это дорого Богато И не у каждого Это феррари есть Это не прям Это не сильно популярная машина Но она охуительная, пацаны Она охуительная В плане внешнего вида По управлению По скорости Да К ней есть вопросы К ней есть вопросы Но Извините меня Это феррари Это феррари Вообще похуй, блять Как она едет И как она рулится Потому что это феррари, пацаны Вот просто надпись Феррари Понимаете? Вот А ну прочитайте Прочитайте внимательно Понимаете? Прочитайте Фе-ра-ри То есть Дорого Богато Охуенно Вот что там написано Пацаны Я эту машину Вообще Почему захотел? Да потому что Я увидел Тезрайфу Давидыча Как он тестировал В Дубаях Феррари FF Но феррари FF Нету на мазинке Хотя раньше она была И у меня эта тачка была Феррари FF Она мне очень нравилась Она была тоже в красном цвете Она была просто кайфовая Пацаны Она просто была Охуенная Вот самая охуенная Феррари Самая красивая Я считаю Это феррари FF Но к сожалению Такой машины Нету на мазинке У нас есть всего лишь Одна феррари Это феррари 458 Италия Которую я все-таки Себе купил Ну блять Она очень классно выглядит Салон у нее классный Мотор у нее красиво выглядит Диски тоже пиздатые Пацаны Просто ну тачка реально классная Давайте уже серьезно В принципе подойдем к этому делу Я вам покажу Вообще Что она из себя представляет Покажу вам ПТС Среди 4 миллиона Я считаю это недорого Потому что Феррари с аудиосистемой Всего лишь две на сербаке Да здесь нету ни тросика Но Я думаю это не проблема Пацаны Я думаю это не проблема Без нитро тоже можно Спокойно жить И перебегаться Поэтому в этом ничего такого нету Вот получается Феррари 458 Италия Номера Амер восьмерочки Я их сам ставил Как бы они у меня Снятые были Целая сад 95 Вот цена 10 миллионов То есть Если вы заходите В такую же тачку Вы можете спокойно Пойти в автосалон Который находится на Ашане И купить себе Вот эту Феррари Ну либо с руки Купить тоже можно Спокойно вообще Как бы их не так уж и мало Но не так уж и много На сербаке Где-то ну их штук Наверное 10-15 Феррари Типа ну Она не сильно популярная Но внешний вид Пацаны У неё просто Муа Просто бля Белиссимо просто Stage 1 стоит И самое главное Из-за чего я её купил Это из-за того Что здесь стоит Аудиосистема Которую в принципе Не так уж и легко Получить Как бы И поэтому Я купил эту машину За 34 миллиона рублей Я вам чуть позже расскажу Почему мне все-таки Матвей добавил 29 миллионов Вы просто Охуеете Что мне пришлось Сядать Ради того Чтобы купить эту машину Вы реально будете в шоке Поэтому Смотрите видео От начала до конца Давайте буквально Ещё минутку внимания Обратим на её внешний вид А именно на мотор Вот просто Ну Посмотрите просто На мотор Просто посмотрите Как он выглядит Как он проработан Это красная крышка В Феррари Написано Я её купил Чисто ради внешнего вида Пацаны Она не просто Внешне понравилась Да и просто Это единственная Феррари Которая есть На мазинке Как бы пришлось Брать то что есть Но вообще В целом Машина симпатичная Да это конечно Не Феррари ФФ Но я думаю Тоже сойдёт Как бы Давайте на ней прокатимся Я вам покажу Максимальную просто Скорость Данного автомобиля Но я реально Кайфанул Пацаны От того что я купил Да она едет Не особо быстро Вот давайте С места просто Дам сейчас Хоп Полетел Так есть букс Есть букс Хорошо Задний привод Если что Пацаны у неё Максималочка у неё 220 км в час Ну мы Довольно таки быстро На самом деле Разогнались Но было бы здесь Нитро А я думаю Она с места бы нормально ехала Хотя она бы Пол дороги шлифовала Скорее всего С Нитро Но в целом Я не скажу Что она едет Прям ужасно Она не едет ужасно Она едет нормально Просто можно было бы Чуть чуть быстрее Хотя бы максималочку Сделать 250 Потому что Ну это всё таки Феррари Понимаете Ну Можно было максималку Сделать 250 Хотя бы И было бы реально По кайф Прям ну внешне Просто охуенная машина На ней можно В принципе Бублики крутить Но если прям Серьёзно дрифтить То на ней не получится Как на М5 например На ней просто можно Бублики крутить Серьёзный дрифт На ней не получится Делать как бы Вот допустим Даже вот мы едем Давайте в поворот Зайти да Красиво надо Красиво Но видите Её разворачивают На ней дрифтить Ну именно Невозможно Реально На ней невозможно Нет Если конечно Придрочиться Если на ней погонять Там неделю Не спорю Может быть Может быть У вас что-то получится Но так Эта машина Чисто знаете Для понтов И просто чилить Просто берёшь Включаешь музончик И едешь себе Километров 150 Просто чилишь Просто берёшь Так вот Едешь спокойненько Просто смотришь Чем занимаются Люди другие У тебя в жизни Всё охуенно Ну в игровой жизни У тебя в игровой жизни Всё охуенно Ты едешь Смотришь на людей Слушаешь музыку Которая тебе нравится Вот для этого Эта машина вообще создана На Амазинге Просто ехать Смотреть на неё И кайфовать И слушать музыку Насчёт того Советовал бы я вам Эту машину Не знаю пацаны Если вам нравится Феррари Берите Берите просто И не переживайте Я не исключаю Того момента То что Возможно Есть Феррари С Нитро Это не исключено Может есть Феррари С Нитро Но без аудио И третьего чипа Но так Данную машину Можно стоковую Купить в автосалоне За 10 миллионов рублей Но я бы вам Советовал лучше с рук брать Чтобы дешевле Вам это всё обошлось Потому что Если вы её купите С салона Вам придётся В тюнинг Вложить примерно 2 ляма Как минимум Но я бы вам Советовал всё таки Её брать на аудио Пацаны Если есть возможность Покупайте эту машину С аудиосистемой Ехать на ней И слушать музыку Это охуенно Вот просто Еду и смотрю на эту жопу И просто кайфую Ну реально У неё жопа Очень симпатичная На ней ещё стоит Винил с полосками Вот такой вот Винильчик в принципе Как я сказал Получается Мне на эту машину Добавил Матвей Вилла Кто не знает Скажу то Что это мой хороший товарищ С которым я уже давно Общаюсь Получается Он мне добавил На эту машину 29 миллионов рублей Но вы скажете Бля Он тебе Типа просто так Добавил Типа Он тебе просто так Дал 29 лям Что и купился Феррари Нет пацаны Нихуя подобного Нихуя подобного И что я дал ему взамен Я хочу пиццы Я ему взамен Дал свой бизнес На 1 месяц Да пацаны Моим бизнесом Будет владеть Матвей Вилла 1 месяц Стоит оно того Не знаю пацаны Скорее всего Думаю да Потому что У меня теперь есть феррари На которой я могу ездить Кайфовать Слушать музыку Но взамен Я как бы дал свой бизнес Хотя примерно Матвей эти деньги И заработает За месяц Я думаю за месяц 29 лямов Как раз он и заработает С этого бизнеса Поэтому Вот как то так Пацаны Но не расстраивайтесь Через месяц Я заберу этот бизнес И все будет нормально Как бы цены Пацаны Здесь такие же самые Остались Цены никто менять не будет Можете не переживать Как бы можете все равно Сюда приезжать Закупаться Без проблем вообще Как бы цены Никто менять не будет Можете насчет этого Не переживать Цены никто менять не будет Ремки будут по 3000 Постоянно Всегда Всегда ремки будут По 3000 рублей Поэтому по этому поводу Можете не переживать Вы скажете Блять А ты не охуел Сука Ебанат Блять Вот вы скажете мне Ты не охуел Пидорас Сука Ты мог бы отдать Долг Владу Вот реально Ты бы мог просто взять И отдать долг Владу А я вам отвечу Я ему уже дал 5 миллионов То есть я ему должен был 25 лямов Сейчас ему должен 20 миллионов Поэтому не переживайте В этом плане Все нормально Как бы я буду работать Дальнобойщиком В принципе Я вчера кстати 3 миллиона заработал На дальнобойщиках И слил казино Да Такое бывает пацаны Я хотел Думал зайду Сейчас чисто знаете Подниму лямчик И съебусь Вот думаю Сейчас залечу Чисто лям подниму И съебусь Просто Зашел Получается я в казик Слил 3 миллиона И пиздец Просто Я работал Получается целый день Я целый день Работал Часов 6 Где-то я работал На дальнобойщиках Заработал 3 миллиона И просто За 10 минут Проебал в казино Буду дальше Работать дальнобойщиком Зарабатывать Хороший кэш И потихонечку Уже отдавать долг Насчет бизнеса Пацаны Через месяц Он будет обратно у меня Но все равно Можете здесь Спокойно закупаться Потому что Повторюсь Цены никто менять не будет И продукты Здесь всегда Тоже будут находиться В наличии Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok